Так, ну у нас сейчас есть шанс поиграть, наверное, в самый глючный режим в данный момент в игре, называется CTOS Mobile. Это такой режим, в котором, как видите, я сейчас должен проехать по контрольным точкам, у меня ограниченное время, где-то на каждую, там, дается по 30 секунд, и за... Ну, дается в начале, там, 40 секунд, 45, по-моему, да, и за каждое прохождение контрольной точки мне кидают, собственно, еще 20 секунд. А другой, собственно, мой оппонент или противник, он такой сидит вместе с планшетом, развалившись на диване и вызывает всякие машины. Минтерские, кидает падлы, в общем, пытается сделать все, чтобы меня остановить. Ну, и, собственно, он часто вылетает, он глючит, долго ищет соперников, и, собственно, это, наверное, единственный режим, в котором можно сейчас занять первое место и гордиться собой. Вот видите, меня сейчас там чуть мент не зажал. Ну, и, собственно, как бы мне больше о нем нечего рассказать, нужно наслаждайтесь процессом. Он от меня радует, вот эти кубики непробиваемые, вообще, такие моменты, когда ты встал, плеваешься в какой-нибудь заборчик, который просто не сдвинуть, или даже в дом, вот такое, это отвратительно на самом деле. Вот, моя машинка уже дымится. На меня, кстати, наседают довольно так неплохо, но я пока сопротивляюсь. Попротивляюсь из-за всех сил. О, отслови в виде лоб в лоб столкновение. Еще один, ты сейчас тоже словишь. Ну, несчастный, ну, блин, ладно, не словил, мы оба словили, но ничего. Ничего. Зато я контрольную точку проехал. Контрольных точек, как видите, вот так вот. Контрольных точек в виде 14, я уже проехал где-то половину, и на самом деле это довольно-таки сложно. Хоть эти машины разлетаются на части, а я сейчас еду на, возможно, по ощущению, на бронетанке, потому что любая реальная машина от первого же столкновения просыпалась бы, и никогда больше бы не работала. Ну, это уже другой вопрос. Главное нам поехать по желтенькой полусочке. Кстати, напоминает из Стэнли Парабл. Там что-то, линия повествования, или как она называлась, отличная штука. Жалко, она в этой игре не идет по стенам. У меня еще развяжен смартфон, я ничего не могу сделать. Сел, блин. Хотя он мог его просто прикуривателю подключить и не палиться, как видите, Эйден Пирс. А вот, наверное, подключился-таки прикуривателю, молодец. Правильно делает. Самое главное во всех гонках, быть абсолютно расслабленным, нести такую же чушь, которую несу сейчас я, иначе просто невозможно это было делать. А с учетом того, как себя ведет машина, это жутко. Это жутко! Вот эти коробочки, хорошо, что кирпичами не превратились, блоками бетонными, которые не сдвинуть. Так, чел, ты нарываешься, свали от меня. Отстань от меня, я тебя ничего не делал. Уйди отсюда, у тебя есть куча других дел, потом ты можешь заняться. Отстань, блин! Черт, машина сдохла. Ну ничего. Сейчас мы от тебя избавились. Мы, правда, потеряли 10 секунд, но ничего, наверстаем сейчас. Правда, у меня машина тоже говно сейчас, извините за выражение. Но оно дымится, оно рассыпается. Зато у нас осталось еще два чекпоинта. Давай. Ты сможешь это сделать. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Что ж ты такая машина гребаная? Ничего, 14 секунд еще. Давай, 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 давай. Успел. Так. Еще один чекпоинт. Ну, собственно, давай, 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 вот он. Нет, о боже, нет. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Последняя контрольная точка. Давай. Ну, на самом деле было не таки сложно. Может быть, но... Мышь. Субтитры делал DimaTorzok Дима Том. Субтитры создавал DimaTorzok